всем привет меня зовут баби нарослав сегодня я расскажу о атаках на бизнес-приложение я расскажу о том как работает авторизация что это такое и почему ошибки связанные с ней довольно критичны что вообще такое авторизация авторизация это проверка того доступно ли определенному пользователю выполнять какое-либо действие в системе либо проверять то возможно ли ему выполнять его или доступ или получение доступа каким-либо объектом второе это от п это one time паспорт или одноразовый пароль то чем вы подписываете свои действия в бизнес твой в банковском приложении дистанционно банковском обслуживании последнее это проблемы связанные с бизнес-логикой то есть это всевозможные атаки на округление атаки на обход лимитов и раскрытие какой-либо конфиденциальной информации почему я выбрал именно три этих пункта каждый год мы проводим исследование которое называется positive research и в нем по результатам какого-либо года показываем то насколько приложения были уязвимы в соотношении с предыдущим и как вы видите атаки на на разовые пароли атаки на авторизацию атаки связанные с округлением все еще довольно популярны и с каждым годом все еще растут как я думаю почему это все происходит бизнес очень близко и почти бок о бок идет с безопасностью то есть бизнес всегда делает то что будет удобнее пользователям но не всегда удобство для пользователя это безопасно например что касается авторизации например пользователи заходит свой личный кабинет и для того чтобы сервер нам ответил с информацией по этому пользователю он отправляет такой запрос в котором передает идентификатор этого пользователя. Окей, он получает там определенную информацию, типа номер ваш телефона такой-то, аккаунт привязан к этому e-mail адресу. Однако, если в системе неправильно настроена авторизация и некорректно идет проверка того, что запрашивает пользователей, что произойдет, если он запросит, например, идентификатор пользователя, который не его, или просто идентификатор пользователя выше. Если это неправильно работает, то вполне возможно, что злоумышленник может получить информацию по всем пользователям и по всем их e-mail адресам, телефонам и другой конфиденциальной информации. Что было интересного найдено нами за все это время и что сам я выделяю? Был анализ защищенности процессинга, и нам выдали аккаунты с минимальными привилегиями. То есть мы могли просматривать счета пользователей, сумму, которая находится у них на счетах, однако никак не могли это отредактировать. Но у нас был функционал создания пользователя с таким же привилегиями, как у нас. И в запросе на создание такого пользователя был параметр type, в котором передавалось то, какого пользователя мы создаем. И просто подменив этот тип на администратор, мы смогли создать учетную запись с повышенными привилегиями, у которой уже был доступ на редактирование суммы на счету любого пользователя. Второе — это редактирование компаний. Это я нашел по программе Яндекс.БагБаунти. Как вы знаете, там есть Яндекс.Директ, в котором вы можете создать свою компанию, и для каждой из этих компаний может отображаться такая информация, как адрес, телефон, время работы и так далее. Там была недостаточная проверка этого процесса, то, как проходит авторизация. И подменив параметр, злоумышленник мог бы отредактировать совершенно любые компании во всем Директе и указав там совершенно сторонние данные, такие как телефон, адрес и так далее. Знаете такую функциональность в ДБО, как шаблоны? Когда вы один раз создаете шаблон, подписываете его через ОТП, и затем вы можете сколько угодно раз делать переводы, уже не вводя двухфакторную авторизацию. Найдя в такой системе ошибку, связанную с недостаточной авторизацией, мы могли изменить совершенно любой шаблон любого пользователя, подменить там номер телефона, на который деньги будут переводиться. То есть, например, у пользователя был шаблон на 100 тысяч перевод там своим родственникам, подменив его на номер карты злоумышленника, пользователь даже бы не заметил, что переводит деньги не туда. Последнее, это отправка сообщения от имени другого пользователя. При анализе защищенности мы встретились с тем, что мой коллега смог отправить от меня в техподдержку совершенно любое сообщение, тем самым, например, сказав, что он утратил доступ, и вот его данные, пожалуйста, привяжите, например, номер телефона. То есть, с методами социальной инженерии он бы, в принципе, мог бы угнать мой аккаунт. ОТП. Как я уже сказал, ОТП — это одноразовые пароли или one-type password. Как обычно построена работа ОТП? То есть, на ввод чаще всего дается всего три попытки. После этих трех попыток обычно идет блокировка. То есть, вам говорят, что следующий ОТП вы можете запросить спустя там две минуты, например. И еще одно ограничение, которое ставят, это блокировка уже конкретной транзакции. Например, вы создаете перевод туда-то, например, на пополнение там мобильного телефона, ошибаетесь три раза в ОТП, и затем эта транзакция целиком блокируется. То есть, чтобы повторить, вам нужно создать новую. Какие проблемы связанные с этим мы встречали? Во-первых, это проблема, собственно, на длины одноразового пароля. Вы, наверное, встречали, что чаще всего используется именно шесть символов, но есть такие банки, которые используют четыре. Если посчитать вероятность, если посчитать всего количество возможных комбинаций из четырех символов, то получается десять тысяч. И, как вы понимаете, перебрать такое количество несложно для злоумышленника. Затем проблемы, связанные с энтропией. Правильно ли то, что вообще одноразовые пароли начинаются, например, с одной тысячи до девяти тысяч девятьсот девяносто девяти? С точки зрения злоумышленника это отличный вектор, потому что нам придется перебирать на одну тысячу меньше, а это всего девять тысяч комбинаций получается. Затем атаки, связанные с перебором. Очень часто не блокируется, нет ни временной блокировки, то есть вы, например, перебрали ОТП, он говорит, что я вам отправляю новый и перебирайте опять заново. И, собственно, никакой блокировки нет, мы можем за какой-то период времени небольшой совершенно, если еще и четыре символа, то очень быстро перебрать эти комбинации. Странное замечание, но одноразовый пароль, он должен быть одноразовым. Мы встречали ситуации, когда либо ОТП не удалялся из базы данных или удалялся намного дольше, и по одному ОТП спустя, там, например, несколько секунд всего мы могли совершать еще огромное количество транзакций. То есть все, что мы успеем сделать за секунду, все это проходило как валидная транзакция. Risk condition — это уязвимость в переводе состояния гонки, когда многопоточное приложение некорректно обрабатывает огромное количество запросов. Например, в несколько потоков с одним ОТП вы пытаетесь совершить транзакцию. Как это должно правильно сработать? Первый ОТП, по нему проходит первая транзакция, все остальные отметаются. Однако, если приложение построено некорректно, то все транзакции совершенно разные. По одному ОТП точно так же могут пройти. Это похоже на кейс выше, когда связанный с одноразовостью, то есть там в секунду мы успевали провести нескольких транзакций. Тут не совсем так, потому что нужно отправить просто в один период времени. И самая такая критичная уязвимость — отсутствие ОТП. Либо забывают ставить на какие-то определенные транзакции, забывают ставить, например, на отвязку телефона. То есть, например, в приложении ДБО есть функционал типа перестать отправлять ОТП. То есть там, например, пересылать его на почту или вообще подтверждать транзакции без ОТП. И чтобы отключить, тоже ОТП не нужно. То есть злоумышленник, завладев вашим аккаунтом, просто отключает эту функциональность и проводит любые транзакции. Атаки, связанные с бизнес-логикой. Во-первых, да, это все тоже округление, обход лимитов. То есть лимиты для чего сделаны? Для того, чтобы, если, например, злоумышленник завладел вашей картой, он не смог сделать там за день транзакции на сумму выше того, сколько вы поставили лимит. Когда процесс недостаточно проверяется, мы опять же получаем доступ к какому-либо функционалу, либо каким-то функциям, который заложили разработчики и зачем-то оставили на продуктовой версии этого приложения. И да, опять все те же проблемы, связанные именно с логикой. С округлением обычно встречаются такие варианты. Либо мы округляем одну валюту, либо две разные, там, из долларов в рубли, например. Как это работает? Мы создаем транзакцию на перевод одной тысячной доллара. Система говорит, так не бывает, чувак, я должен округлить это до одной сотой. Округляет и на наш счет переводит уже сумму там чуть-чуть больше, чем мы переводили. То есть на счету у нас остается меньше и мы получаем профит в одну тысячную. При проверке мы должны проверять не только именно в нашем личном кабинете переводы с одного счета на свой же счет. Можно также попробовать, если, например, у банка есть сервис карту карт, при переводе, например, с одной карты на другую, точно так же может некорректно обрабатываться поле суммы и округляться до сотой. Тем самым за каждый перевод мы можем получать какую-либо минимальную сумму денег. Обход лимитов. Да, как я говорил, лимиты созданы для того, чтобы либо как-то просто ограничить расходы по карте. Например, когда вы свою карту отдаете кому-то, либо когда ей пытается воспользоваться злоумышленник. И первое, что приходит, это попробовать за один запрос снять денег с карты больше, чем получится. То есть, например, вы поставили лимит на 10 тысяч, и мы создаем такую транзакцию, которая должна в один момент пройти два раза. Специальным скриптом отправляем сразу же два запроса на снятие или на перевод суммы два раза по 10 тысяч. Если приложение некорректно обрабатывает это значение, то тем самым мы сможем, в принципе, обойти лимит. Часто сами лимиты привязаны на конкретную сессию. То есть, в тот момент, когда вы заходите, например, в мобильное приложение или в веб-приложение и пытаетесь там превысить карты лимит, он вам не дает. Например, у вас лимит на 10 тысяч опять же, вы создаете транзакцию на 9, открываете в соседней вкладке в приватной еще раз это приложение, логинитесь и создаете опять такую же транзакцию и одновременно их подтверждаете. Для той сессии лимит считается не нарушен. И для этой тоже. И тем самым две такие транзакции в принципе смогут пройти. Да, часто встречается такой функционал, как автоплатежи. То есть, в какой-то период времени автоматом деньги просто будут списываться с вашего счета на сторонний или опять на ваш же. Часто бывает, что можно выставить лимиты, например, по карте намного больше, чем по счету. А такого быть, в принципе, не должно и не может, потому что карта уже привязана к счету, и как вообще лимиты по ней могут быть больше. Встречали такую ситуацию, когда со счета на счет мы могли переводить без одноразового пароля, но у нас было ограничение на 20 транзакций в сутки. То есть, больше со счета на счет мы переводить в принципе не можем. Но у нас есть функционал автоплатежей и у нас есть такая воздействие, как округление. То есть, мы можем наокруглять, но всего лишь только на 20 транзакций в сутки. Как это смогли обойти? Обойти смогли это с помощью автоплатежей. Логика некорректно обрабатывалась, и приоритет автоплатежей был намного выше, чем количество транзакций в сутки. То есть, мы нагенерировали 5000 платежей и поставили, чтобы они исполнились там в один момент. Так как приоритет у них был выше, все эти автоплатежи в один момент сработали, и мы там смогли накруглять порядка 500 рублей. Часто разработчики оставляют либо какой-то лишний функционал, либо просто так построены логики приложений. И в данном случае, как вы видите, при переводе зачем-то был такой параметр, как get-to-tp-number. И по дефолту там был номер человека, который пользуется этим личным кабинетом. Однако, подменив этот номер на свой, УТП уже приходило к нам. То есть, в принципе, все. Мы можем переводить куда угодно, сколько угодно денег. Здесь при создании транзакции была возможность подтвердить эту транзакцию позже и отправить ее себе на e-mail. То есть, он говорит, если не можете сейчас, то вот нажмите сюда, введите свою почту, мы вам пришлем квитанцию, и в любое время после этого вы сможете ее подтвердить. Окей. Мы отправляем себе ее на почту. Он говорит, что для продолжения оплаты перейдите вот по этой ссылке. Окей. Переходим. Переходим по ссылке. При оплате появился параметр price, в котором зашитая цена уже в стоимость какой-то услуги, которую мы до этого хотели оплатить, мы могли на него повлиять. Например, мы покупаем какой-то продукт, он стоит там 100 рублей, высылаем себе ссылку, переходим по ней, перехватываем запрос и смотрим, что появляется параметр price, на который мы можем повлиять. И тем самым, отправив туда не 100, а, например, рубль, мы смогли провести транзакцию уже с выгодой для нас. Часто появляется какая-либо информация, какое-либо раскрытие информации о других пользователей. На самом деле это не так критично для банка, но очень критично для пользователя. Например, здесь была уже недостаточная авторизация, началось все с нее. И, например, по своему адресу почты я получал то, что какое-то секретное кодовое слово в банке. Я могу получить его по своему адресу почты. Но если я передам туда другого пользователя, я могу получить информацию о его каком-то кодовом слове. Затем для того, чтобы узнать информацию какую-то дополнительную о пользователе, мне нужно было передать секретное слово этого пользователя и ту информацию, которую я хочу получить. На данном слайде я получаю информацию как раз-таки о дате рождения этого пользователя. Уже с имеющей информацией, у меня есть дата рождения, у меня есть кодовое слово, я смог получить информацию о его номере телефона. Для восстановления нам как раз-таки требовалось знать дату рождения пользователя, секретное слово и его номер телефона. Нам выдают ссылку на восстановление такого пароля, и перейдя по ней, нас спрашивают, что вы уверены, что хотите сменить номер на другой? Окей, мы вводим свой номер и получаем полный доступ до аккаунта. В итоге что? Для исследования именно багов, связанных с логикой, нужно очень хорошо понимать, как построено приложение, какие процессы в нем, как работает. То есть это довольно, в принципе, долгое исследование. Это все появляется с интуицией, приходит опыт, и наоборот, с опытом приходит интуиция, и вы уже знаете, в каких местах разработчики могли допустить ошибку. И последнее, так как много разработчиков некомпетентны в вопросах ИБ, нужно подключать свою группу информационной безопасности, которая будет в этом процессе участвовать. На этом у меня все. Спасибо. 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 Продолжение следует...